Стритбол – отличная возможность испытать себя. На вертолётной улице состоялось открытое первенство Люберецкой стритбольной лиги. Чем уличный вариант баскетбола отличается от классического, расскажет Айташ Чирагова. Самый эффективный способ поднять себе настроение – забросить мяч в корзину. Так считают 120 спортсменов из Москвы и Московской области. Всех их связывает любовь как к стритболу, так и к баскетболу. Я всю жизнь с детства занимался баскетболом, но получается так, что ты не можешь быть только баскетболистом. Где есть баскетбольный мяч, ты там играешь. Независимо, это там 33, баскетбол, стритбол, ты везде хочешь участвовать, потому что с детства просто любишь эту игру и не можешь остановиться. Правила стритбола значительно отличаются от баскетбола. В стритбольной команде могут играть три человека, двое еще на замене. В баскетболе – пять на площадке, семь на скамейке запасных. В баскетбол играется на два кольца, а стритбол на одно. И стритбол, конечно, в плане судейства позволяет довольно-таки жестче играть в защите, в нападении. То есть неподготовленный игрок в баскетболе, если придет стритбол, ему будет довольно-таки трудно влиться, потому что он привык играть по правилам, когда судят все, а здесь допускается жесткость. Трудностей добавили и погодные условия. Обувь и мяч скользят, а отскок от баскетбольного щита – другой. Но дождь игрокам не помеха. Конечно, погода слегка нас подвела. Был два раза дождь. У нас, как видите, лужи. Но мы все равно продолжаем играть. В принципе, все команды плюс-минус равные. В первенстве участвовали более 40 команд. Это взрослые и дети. Среди школьников этот вид спорта становится популярным. Мы организовали в Люберцах Люберецкую стритбольную лигу. И с 1 сентября планируем начать занятия в «Триумфе». Это для подростающего поколения. Все, кто любит этот вид спорта, кто любит просто баскетбол, могут принять участие. Люберецкие спортсмены в категории «взрослые» заняли первое место, а среди детей – третье.